Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня пользу Бройзли. Штребух! Всем привет, с вами Штребух, я как обычно прошёлся по помойкам и даже заснял стрим, ссылка будет вот здесь. Техники нормальной не было, но зато еды... о да, еды было много. Целый мешок булок, ну просто посмотрите. Слюнки потекли, сейчас мы это всё продегустируем. Итак, я извлёк все находки, вот они здесь перед вами. Целый пакет булок, там же были пончики, килограмма два мандарин, две пачки жареной картошки, йогурты, готовая фасованная еда в упаковках, ну а также было немножко техники. Картошку нужно обязательно пережарить. Булки пришлось отсортировать, вот здесь булки ненадлежащего вида, а вот эти целенькие. Ребят, я накрыл просто огромнейший стол, вы просто посмотрите на это изобилие продуктов. Это всё совершенно бесплатно, из помойки. Сейчас приступлю к дегустации мясных продуктов, а потом плавно перейду к десерту. Картошку тщательно прожарил, сейчас проверим на вкус. Картошечка вообще обалденная. Я думаю, к этой картошке нужно добавить вот этот соус, который был в комплекте вот с этой едой. Блин, ребят, это не соус, это йогурт. Сладенький, вкусненький. Внутри там какие-то штучки круглые. Мясные пироги. Вообще, на самом деле, мне очень страшно пироги дегустировать. Ну, на вид мясо, в принципе, нормальное. То есть, не тянется, а значит, нормальное. Запах меня немножко отталкивает. Не, ребят, это дерьмо какое-то, реально. Мне вкус вообще не нравится. Ну, слегка протухший пирожок. Приступим ко второму. Вот я его разорвал. Внешний вид внушает доверие. Пахнет, кстати, чем-то сладким. Возможно, это сырник. Ребят, ну, в принципе, съедобный пирожок. Походу, с курицей или с сыром я так до конца и не определил. Сейчас еще пару раз укушуюся. Ребят, следующий пирожок похож на самсу. Возможно, это она и есть. Я так и думал. Мясо, ребят. Чем-то вареным пахнет. Не могу понять, что это мясо, чье это мясо. Ребят, самса вообще отличная. Реально, на вкус просто, ну, по крайней мере, один номер. По крайней мере, мясо точно вкусно. Я просто не смогу это все, ребят, продегустировать. Поэтому я решил взять на вид самое вкусное. Это вот такую пиццу. Ничем не пахнет. Возможно, долго лежала. Ребят, на вкус эта пицца абсолютное дерьмо. Там есть помидоры и плавленый сыр. Но мне совершенно невкусно. Мы в баню эти пироги приступим лучше к вот этим непонятным штукам с наполнением из еды. Что-то непонятное. Написано, здоровая еда, значит, я сейчас оздоровлюсь. Фу, блин, чем-то воняет таким. Фу, ребят, воняет какой-то кислятина. Я не знаю, что это. Мне очень страшно, на самом деле. Вкус так себе. Даже его почти и нет. Итак, приступим к мяску. О, да. О, пахнет перчиком. Ребят, в принципе, котлетка съедобная. Итак, приступим ко второму. Здесь я вижу перед собой омлет и жареная стручковая фасоль. О, да. Фу, блин. Фу, ребят, это просто дерьмо. Жесть. Так, сейчас будем пробовать вот эту фасоль. Ммм, фасолька вкусная. Но вот этот непонятный омлет рыбий. Вообще дерьмовый. Третье блюдо это фунчоса и какие-то котлеты в панировке. Ой, чуть-чуть упало. Пахнет просто изумительно. Здесь даже есть соус. Офигенно. Котлетки точно протухшие. Запах просто отвратительный, на самом деле. Чего? Да воняет, чего? И, ребят, меня смущает то, что эти котлеты протухшие были в одной вакуумной упаковке вместе с этим салатом. То есть, этот салат впитал в себя запах протухших котлет. Вот это жесть. Блин, чуть промазал. Капец. Ребят, моя футболка. Жесть. Вкус, ребят, офигенный. Я в шоке. Ребят, почти половину этой всей еды я уже съел. Осталось совсем немного. Ребят, у этого блюда срок годности, походу, до 29 декабря. Или это срок изготовления. Непонятно. А также то, что внутри лежит, мне непонятно. Здесь ничего не написано, что это. Давайте открывать и определять уже на вкус. Ребят, дерьмо редкостное. Это просто жесть. Омлет в виде вот таких вот штук протух. Я его сейчас вкусил, продегустировал. Приступим ко второму блюду. Фу, блин. Ребят, тут на самом деле у меня уже руки жестко воняют дохлятиной. Приступим к последнему блюду из этой линейки оздоровительных продуктов. Мне кажется, это очередной омлет. На запах тоже что-то приближенное к омлету, но немного воняет дохлятиной. Завонялся, походу. Сейчас буду пробовать. Ребят, омлет вообще не особо. Ну честно, вообще я омлеты не люблю. Этот омлет в принципе есть можно, но вкус у него отвратительный. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что он долго пролежал. Ребят, я целый обзор ждал десерта. Наконец-то я сейчас его буду дегустировать. Ребят, приступим к пончикам. Пончики я на самом деле обожаю. Всегда их покупаю. Вот у меня дома нашлась пудра. Сейчас я их посыплю. Перед этим я их уже погрел в микроволновой печи. Опа, смотрите, какие колечки. Жареные. Насчет пончиков, что я могу сказать? Пончики просто превосходные. Пончики это как семечки. Просто невозможно остановиться. Очень сложно себя удержать. Особенно, если они еще и на халяву из помойки. Это просто сказка. Итак, приступим ко второму десерту. Вы просто зацените эти пирожные. Правда, малинки слегка подгнили. Пончики нафиг в сторону. Ребят, ну на самом деле, они реально сгнили. По ним видно, что лежат эти пирожные уже походу дней 5 как минимум. Ребят, как я и думал. Внешность иногда бывает обманчива. Эти малинки просто изумительные. Вкус превосходный. Насчет крема я еще не знаю. Сейчас проверю. Крем также превосходный на вкус. Я в шоке. Просто любой другой бы человек сказал на это пирожное, что это полное дерьмо. И что это нужно срочно выкинуть в помойку. Но не я, ребят. Мау. Просто изумительно, ребят. Мой желудок сейчас поет сиренады. Долго у меня рука к этой булке тянулась. Ой, блин, да я уже влез в эту сахарную глазурь. Эта булка просто моей мечты. Она очень вкусная. И очень сочная. Я в шоке. Семь йогуртов. Я просто в шоке. Посмотрите. Уф. Блин, творог зернистый. Я просто обожаю. Этот творог заслуживает моего коронного. Мау. На всю квартиру. Потому что вкус просто изумительный. Я просто в шоке. Ребят, вот это активия с бруксникой, клюквой и овсянкой. Представляете? Фу, капец. Фу, блин. Оно горчит. Возможно, горчит, конечно, из-за брусники. Срок годности до 3 января 2020 года. Пора приступить к сладким пирогам. Булочка с корицей, блин. Корицу я, конечно, люблю. Ну, в принципе, ребят, съедобно. Кушать можно. А еще ее можно использовать в качестве браслета. Ребят, я уже жестко набился этими булками. Просто вот если бы я каждую ел бы до конца, я бы не вывез, честно. Поэтому я кусаю только по пару раз от каждой булки. Следующая булка по цвету видно малиновая или клубничная. Не знаю. И пахнет малинками. Офигенный запах. На помойке кормят вкуснее, чем в приюте. Был там не один раз. Тут еще есть какой-то пирожок. Не знаю, что там внутри. Возможно, сладкий. Сейчас проверим. Фу, блин, ребят. Короче, этот пирог с тухлыми яйцами. Он вообще воняет. Просто, блин, у меня, честно, уже аппетит пропал. Тут и ежу понятно, ребят, что эти булки просто превосходные. Ну, не считая вот этого пирога с тухлыми яйцами. Просто я думал, что там яблочки. Но оказались тухлые яички. Вот к ним у меня действительно рука тянулась целый вечер. Вот это очень сладкое. Давно так хотел сделать. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте заходить в мою группу ВКонтакте. Там я продаю секретные сюрприз-боксы от себя для вас. Продолжение следует...